МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Назгуль Талипова. Коротко о главном. Чудесное спасение в Жасказгане мусорном баке нашли младенца с кляпом во рту. Выйдет ли экс-аким Карагандинской области Бауржан Абдишев на свободу досрочно? Контактство и нормативное постановление позволяют при поправке пустого досрочного сображдения. За что Аким села Щербаковска Нуринского района обматерил сельчанина и кто из госслужащих не соблюдает этику, вы узнаете далее. В отчетных данных были обнаружены существенные расхождения в большую и меньшую сторону. Например, по местному исполнительному органу города Шахтинск разница составляет 175 услуг. Еще один брошенный младенец обнаружен в баке для мусора в селе Кенгиро около города Жасказган. На пакет, который двигался и издавал звуки, похожий на детский плач, наткнулась женщина. Прохожая сразу приняла спасать малыша, и уже через пару минут ей удалось вытащить младенца из мусорного бака, рот которого был замотан туалетной бумагой. Ребенка тут же доставили в местный родильный дом. Сейчас жизнь найденного младенца в опасности, так как малыш родился недоношенным, признают врачи. Он находится в Жасказганском родильном доме в инкубаторе. У младенца дыхательная недостаточность. Ребенок на искусственной вентиляции легких. Питание получает тоже внутривенно. Ребенок недоношенный, ему около 23-24 недель. Недоношенный. По словам врачей, ориентировочно 5-6 месяцев. Переохлаждение у него было. Сейчас находится в Кувезе ребенок, в палате интенсивной терапии. И все необходимые мероприятия, все делается. Также она рассказала, что найденный малыш – мальчик. Ему еще не дали имени. Пока ему ничего не нужно. Все необходимое в роддоме есть. Сколько он еще пробудет в инкубаторе – неизвестно. А в ДВД области сообщили, что уже нашли маму-кукушку. Ею оказалась 18-летняя девушка. Компакт обнаружили на уроженную ребенка в одном из мусорных контейнеров поселка Кингир. Материал зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 24-99 УКРК. Вот в таком приблизительно мусорном контейнере и был обнаружен недоношенный малыш. Мать бросила ему сразу после родов, даже не перерезав полком кубовину. Прохожие завернули мальчика в кофту и отвезли в ближайшую больницу. Иначе он не умер. Матери кукушке грозит от 4 лет лишения свободы. Айман Инаислав Бекус-Пан, Александр Церекидзе, 1-й Карагандинский. Прокурор поддержал ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-акима Карагандинской области Балжана Абдишева. Все стороны судебного слушания встали на сторону осужденного, отметив, что у Абдишева безупречная репутация в местах лишения свободы и есть даже одно поощрение. Заседание состоялось в Казбекбийском районном суде. Напомним, ранее уже состоялся один процесс, но прокурор заявил, что не готов озвучить свою позицию и его перенесли. Подробнее в следующем материале. Такими словами начал свое выступление осужденный Балжан Абдишев. Он уверен, что законодательно имеет право на УДО. В суд его привел конвой без наручников. Экс-чиновник выглядит осунувшимся, но ведет себя спокойно, уверенно. Адвокат Нурлан Бекбергенов также вторит словам своего подзащитного и просит суд выпустить Абдишева досрочно. По словам защитника, заслуги Экс-Акима перед Отечеством не подлежат усомнению. Статья 72 Уголовного кодекса Республики Казахстан позволяет лицу, совершившему тяжкое преступление, вашему наказанию свыше половины срока, уйти на условно-досрочное наказание. Что значит уйти на условно-досрочное наказание? Это не значит полностью уйти от ответственности. Нет, в течение оставшегося срока человек будет находиться под провоцированным контролем. Представительница исправительного учреждения также отозвалась положительно об осужденном. По ее словам, Абдишев пробыл в исправительном учреждении один год, семь месяцев, 25 дней. Он оказывал содействие в организации досуга осужденных, участвовал в организации концертов, участвовал в учебном процессе, помогал усваивать знания другим осужденным. Неотбытый срок наказания – один год, три месяца, пять дней. Между тем, трое потерпевших также высказались, что не возражают против освобождения Абдишева. Абдишев за период отбывания наказания характеризуется с положительной стороны нарушение требований установленного режима содержания, правил внутреннего распорядка не допускал. Имеет одно поощрение. Занятия по социально-экономической учебе посещает регулярно, принимает активное участие в культурно-массовых мероприятиях и общественной жизнью учреждения. Судья Жумагул Шуженов выслушал все стороны и удалился в совещательную комнату. Оглашение решения назначено на 19 мая. Напомним, 19 апреля суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении другого фигуранта по делу Серика Ахметова экс-акима Караганды Мейрама Смогулова. Бывший аким шахтерской столицы вышел на свободу за хорошее поведение и организаторские способности. Аймамрина Улжас Габасов, Александр Сирикидзе, Первый Карагандинский. Согласно плану противоэпизоотических мероприятий, на 2016 год ведется работа по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности области. На проведение ветеринарно-профилактических мероприятий из республиканского бюджета выделены финансовые средства на сумму 761 миллион тенге. В этом году эпизоотическое благополучие области предполагается обеспечить путем ветеринарных обработок против 13 заболеваний. Подробнее в сюжете. Управлением ветеринарии в феврале были проведены государственные закупки услуг по транспортировке ветеринарных препаратов на сумму 2,2 миллиона тенге. Первая партия ветеринарных препаратов в объеме 58% годовой потребности доставлена в районы и города. По текущим результатам диагностики выявлено 889 голов крупнорогатого скота и 93 мелкорогатого скота положительно реагирующих. Доля зараженности по области составляет соответственно 0,6 от исследованного поголовья. Наибольшее количество больного поголовья выявлено в Шетском, Каркаролинском, Бухаржирауском и Жанаркинском районах. На текущий момент на территории области насчитывается 6 египетических очагов. Из них 5 по брационному крупнорогатого скота и 1 по простеренцу сельскохозяйственных животных. Во всех зарегистрированных очагах установлены ограничители мероприятия с соответствующим постановлением мотива этого района. Озранители мероприятия проводятся селами сотрудников областного бюджета республиканского противоэкспериментского отряда. Касательно работ по отлову бродячих собак и кошек из местных бюджетов 5 районов и 9 городов, на 2016 год по программе организации отлова и уничтожения бродячих собак и кошек выделены свыше 32 миллионов тенге. С начала года отловлены и утилизированы в крематорных печах порядка 5000 бродячих собак и более 1000 кошек. Стоит отметить, что с начала года на продовольственных рынках прошли ветеринарный осмотр более 29 тысяч видов подконтрольных грузов. Внедрена программа единой автоматизированной системы управления. Однако Аким области на совещании призвал подчиненных вовремя оповещать о различных заболеваниях, чтобы успеть их предотвратить. По новым правилам, выдаваемые ветеринарными специалистами справки в течение суток должны заноситься в указанную программу. С начала года выдано более 6000 ветеринарных справок на подконтрольные грузы. Работа по обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности находится на постоянном контроле. Екатерина Афанасьева, Улжас Габасов, Александр Цирикидзе. Первый Карагандинский. Аким Сила Щербаковская, что в Карагандинской области получил строгий выговор за нецензурное общение с жителем. Дисциплинарное дело в отношении Акима Матершинника рассмотрели на Совете по этике Министерства Республики Казахстан по делам государственной службы в Карагандинской области. Инцидент произошел в стенах сельского Акимата. Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело Акима Багджана Амирбекова. Члены Совета по этике рассказали, с чего начался конфликт между Акимом и жителем Щербаковского. Изначально на этого Акима поступила жалоба в Нацбюро о том, что чиновник вымогает деньги у жителей села за пособничество в решении какого-то дела. В ходе проверки данный факт не подтвердился, но было выявлено, что Аким выразился нецензурно в адрес одного из жителей, который пришел к нему на прием. В частности, Аким села Щербаковская Амирбеков при обращении с жителями села Щербаковской Сиджановой, нарушая общепринятые морально-этические нормы, не соблюдая правила официального поведения государственного служащего, неоднократно выражался нецензурными словами. Таким образом, действия Амирбекова усматриваются признаки нарушения под пункт 2.7.13 пункта 5 этического кодекса государственного служащего, выражающегося в несоблюдении общепринятых морально-этических норм и проявлении вежливости и корректности об обращении к гражданам. Аким Бакаджан Амирбеков свою вину признал и попросил прощения у членов совета. В его защиту выступили сотрудники сельского Акимата. Они отметили, что Аким работает у них с 2012 года и ранее за ним таких проступков не наблюдалось. Также от жителей села не поступало жалоб. Это произошло во время работы. Я признаю свою вину и прошу прощения. Впредь такого не повторится. Также строгий выговор получил руководитель отдела ЖКХ Абайского района Димаш Сулейменов. Его уличили в неслужебных телефонных переговорах с руководством одного из ТО, которое является потенциальным участником государственных закупок. Кроме того, члены совета озвучили нестыковки в количестве оказываемых услуг госорганами. А также рассказали, что некоторые чиновники требуют с граждан лишние документы, которые не входят в перечень той или иной услуги. А некоторые госорганы в отчетах пишут неточные цифры оказываемых услуг. По местному исполнительному органу города Шахтинск разница составляет 175 услуг. По городу Сарань разница составляет 110 услуг. Куабайскому району – 399. По Шицкому району разница составляет 3670 услуг. По Жанаркинскому району разница составляет 2541 услуга. Председатель Совета по этике Жандос Арсенов отметил, что при первом нарушении этики госслужащие получают выговоры или строгие выговоры. Если в течение полугода госслужащий снова привлекается к дисциплинарной ответственности, то ему объявляют неполное служебное соответствие или понижают в должности. При третьем проступке госслужащего могут уволить. Аймамрина Исламбекус Пан Александр Цирикидзе – первый карагандинский. А мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайте, все самое интересное впереди. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. В поселке Актаз произошла перестрелка. Погиб 34-летний мужчина. Он получил огнестрельное ранение и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. По информации очевидцев, сначала мужчины просто разговаривали на повышенных тонах, затем началась потасовка. После выстрелов кто-то вызвал скорую и полицию, а участники ссоры разбежались. Вскоре был задержан один из подозреваемых в стрельбе. По информации Департамента внутренних дел области, разборка между группой мужчин произошла из-за личной неприязни. Также известно, что задержанный уже дал признательные показания, оружие тоже изъято. Ведутся поиски остальных участников перестрелки. Сотрудниками криминальной полиции задержан один из подозреваемых в совершении указанного преступления, который дал признательные показания, оружие изъято. Все участники инцидента установлены, приняты меры к задержанию. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 99 УК Республики Астан. Проводится расследование. В Караганде состоялось заседание Координационного Совета Карагандинской области по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В работе Совета приняли участие руководители правоохранительных и других уполномоченных органов. Подробнее в следующем сюжете. В прокуратуре Карагандинской области состоялось заседание Координационного Совета, на котором были рассмотрены вопросы профилактики преступлений против половой неприкосновенности, а также преступлений, совершаемых несовершеннолетними и против них. Данный вопрос очень актуален для нашей области. По итогам прошлого года по уголовным правонарушениям, совершаемым несовершеннолетними, а также в отношении них, Карагандинская область вошла в тройку лидеров по республике. Также особую озабоченность для нас вызывает преступление против половой неприкосновенности, потому что наша область занимает второе место по республике Просе-Жамбулыской по совершению таких преступлений. Так, за 2015 год, прошедший, рост таких преступлений состоял на 222%. В этом году, в первом квартале этого года, рост таких преступлений уже возрос на 133%. На совещании заявили, что основной причиной преступления является ненадлежащая работа со стороны уполномоченных органов, а также органов правонарушения по работе с неблагоприятными семьями, состоящими на учете. Не отработаны все возможные зоны риска. К примеру, в Октябрьском районе была выявлена семья, в которой 10-летний ребенок ни разу в жизни не посетил учебное заведение. Этот факт не единичный. В текущем году нами была выявлена семья, которая имела називение трех несовершеннолетних детей. Она была поставлена на учет, но из-за того, что работа должного образа не проводилась, один из детей, 15-летний Сергей, совершил насильственные действия с сексуальным характером в отношении шестилетней девочки. Все эти проблемы, в первую очередь, вызваны тем, что со стороны органов проводится слабая работа. Всего по результатам проверки органами прокуратуры внесено 30 актов прокуратурского реагирования. Привлечено к дисциплинарной ответственности 17 лиц. На профилактический учет поставлено 55 неблагополучных семей, в том числе 90 детей. По итогам заседания был разработан проект решения заседания Координационного совета. Остается верить, что предложенные рекомендации позволят достичь желаемых результатов. В Карагандинском государственном техническом университете Международный общественный фонд «Наследие кочевой цивилизации» провел форум «День тюркской письменности», посвященный 1370-летию Тонукока. В научно-практической конференции приняли участие историки, тюркологи, студенты. Памятники, написанные древнетюркским письмом, в основном эпиграфически, небольшое число рукописей сохранилось в Восточном Туркестане, были созданы в тех областях Центральной и Средней Азии и Сибири, в которых в раннем Средневековье располагались государственные образования восточных и западных тюрков, тюргишей, древних уйгуров, енисейских кыргизов, карлуков и других. Архонно-енесейский язык существовал в нескольких локально-хронологических вариантах, соотносимых с такими территориальными группами памятников, как архонские, восточно-туркестанские, енисейские, талацские, алтайские и некоторые другие. В них иногда проступают различия между живыми диалектами указанных древних этносов. Памятники древнетюркского письма располагаются на территории таких современных стран, как Россия, Казахстан, Киргизия, Китай и Монголия. Один из редких рукописных рунических памятников – книга гаданий. Мы отмечаем День тюркской письменности, посвященный 1370-летию Туникука, великого деятеля, советника тюркского кагана. Как известно, на территории Казахстана Монголии существовал тюркский каганат, и Казахстан является преемственным преемником тюркского каганата. Алфавит классического периода, это восьмой век нашей эры, в архонской разновидности состоял из 38 букв и словоразделительного знака. Всего же, с учетом региональных и хронологических вариантов, насчитывается более 50 графем. Направление письма горизонтальное, справа налево. Словоразделительный знак ставится между словами, конец предложения не отбивается. Алфавитный порядок неизвестен и, скорее всего, не был традиционно закреплен. Научиться руническому правописанию студенты смогли на мастер-классах по каллиграфии. Сергей Высокосов, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. Международный день семьи отпраздновали и в нашей стране. Как говорится, есть семья, и я в семье, значит, счастье на земле. О том, как карагандинцы провели этот день, в следующем сюжете. В рамках Международного дня семьи сотрудники областного центра здорового образа жизни провели праздник на базе городской больницы. Работающие в отделении профилактики подготовили веселые конкурсы, в которых участвовали семьи сотрудников. Основными участниками стали папа, мама и ребенок. Благодаря этому конкурсу многие родители узнали, что многие дети, какие предпочитают блюда, каких они имеют друзей, какие самые любимые и не очень любимые предметы в школе. Оказалось, не все родители знают вот эти вот моменты. Праздник состоялся благодаря поддержке Национального центра проблем формирования здорового образа жизни при спонсорской поддержке компании «Зердефитом». Участников наградили благодарственными письмами, призами, а также снабдили информационными буклетами о том, как правильно планировать здоровую семью. Екатерина Афанасьева, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В преддверии лета начались выпускные утренники. Один из них уже прошел в ясли саду Гаухар. О том, как провели праздники, сколько детей выпустилось, расскажет Екатерина Афанасьева. Выпускной бал – это волнительное событие для детей, их родителей и всех работников детского сада. В 134-м ясли саду Гаухар прошло именно такое мероприятие. 99 малышей из 4 групп попрощались с любимым детским садом и готовы отправиться в новое приключение под названием Первый класс. Я люблю ходить в садик, но сегодня выпускной, я уже взрослый, теперь пойду в школу. Думаю, я готов. Всего ясли сад Гаухар посещают 314 детей. Среди них и казахи, и русские, и узбеки, и корейцы. Все они довольны своими наставниками. Здесь детей обучают трем языкам – казахскому, русскому и английскому. Каждому ребенку уделяют особое внимание. Мы учим детей писать, читать, стремимся, все делать весело и интересно для них. Довольные родители и их дети – это наш главный показатель. Сегодня выпускаем наших дорогих выпускников, будем скучать по ним. Родители улыбались и даже глазами. Счастье видеть своих детей довольными, говорят мамы. Айжан Калкенова уже три года водит сына Ербола в детский сад Гаухар. А в этом году планируют отдать и младшего трехлетнего ребенка. Все было хорошо. Не было никаких замечаний. Хочу сказать большое спасибо воспитателям, квалифицированным воспитателям, которые научили ребенка читать, подготовили к школе. Выпускной утренник прошел весело как для детей, так и для их родителей. А мы говорим будущим первоклассникам в добрый путь. Екатерина Афанасьева, Жекслык, Нуртай, Александр Церикидзе, Первый Карагандинский. Уважаемые телезрители, это все, о чем успели рассказать журналисты Первого Карагандинского. Смотрите наши новости на сайте Первого Карагандинского. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 420649. До свидания. Сау Болнисдер. Редактор субтитров А.Семкин